Именно здесь, в метеослужбе Брестского аэропорта, отслеживаются малейшие изменения погодных условий и аккумулируются показания с радаров метеорологического радиолокатора. Без этих данных невозможно совершить вылет или посадку самолёта. Буквально вчера информация ещё поступала со старого МР-5, который нуждался в ручном запуске и обслуживался командой из пяти человек. При этом необходимые сведения можно было увидеть только через три часа. В грозовой период только для его запуска затрачивалось около часа. Сейчас, после установки доплеровского метеорологического радиолокатора, всё работает в автоматическом режиме и важной информацией поступает к синоптикам каждые 10 минут. Доплеровский метеорологический радиолокатор позволяет определять облачность, осадки и связанные с ними опасные явления. С помощью данной информации синоптик может наблюдать оперативно метеорологическую обстановку, также прослеживает её эволюцию каждые 10 минут. Информация поступает автоматически, как я уже говорила, каждые 10 минут. Это позволяет синоптику при помощи полученной информации составлять сверхкраткосрочные прогнозы, а также заблаговременно оставляет предупреждение об опасных явлениях по аэродрому. Пять локаторов в аэропортах Минска, Гомеля, Витебска, Гродно и Бреста позволят создать единое радиолокационное поле на всей территории Беларуси и объединят информацию с радаров Белгидромета и сопредельных государств. Первоначальная стоимость оборудования составила порядка 5 миллионов белорусских рублей. Над производством радиолокатора на российском научно-производственном объединении «Алмаз» на протяжении полугода трудились около 100 человек, а с его эксплуатацией легко справятся всего два сотрудника. Это автоматизированная система, и человек просто следит за тем, чтобы техника работала в штатном режиме. Открытие объекта Брестского локатора – это завершающий этап создания сети радиолокационных наблюдений. Доплевский метеорологический локатор является самым эффективным инструментом для выявления опасных неблагоприятных погодных условий. Открытие локаторов в Бресте, так же, как и введение ранее в эксплуатацию доплевских радиолокаторов в городах Витебска и Гродно, позволит иметь зону покрытия всей территории Республики Беларусь. Он собран, полностью изготовлен на территории Российской Федерации, на территории нашего завода. Радиус действия данного локатора порядка 250 километров. Данные параметры могут зависеть от углов, так называемого, закрытия. Но здесь довольно-таки хороший обзор, поэтому данный локатор на все 250 километров видит. Позволяет обнаруживать метеорологические явления. Это, по сути, радиолокатор, который, скажем так, сканирует воздушное пространство и обнаруживает отражение от облаков. И еще учитывается эффект доплера, который позволяет обнаружить скорость данных облаков. Таким образом строится, скажем так, картинка, которая позволяет видеть всю метеорологическую обстановку у нас в небе. Важнейший объект для гражданской военной авиации в торжественной обстановке открыли первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, первый заместитель председателя Брестского облсполкома и директор строительной компании «Прудом». Мне очень приятно принимать участие сегодня в финальной части данного мероприятия по двум причинам. С одной стороны, потому что я действительно являюсь куратором данного вопроса. С другой стороны, что я ваш земляк, мои корни на Брещене. И мне очень приятно, что мы порадуем, я надеюсь, наших земляков новым вот таким хорошим, замечательным объектом, который ввели достаточно короткие сроки. Это объект самого высокого современного уровня. Сегодня не только город Брест, но и в целом Брестская область получила такой прекрасный подарок. Спасибо нашему министерству охраны природы. Спасибо строителям нашим, которые построили красивый объект в Брестске. И, как я уже говорил, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с министерством охраны природы, потому что проблем в природе, которые необходимо решать, очень много. Я думаю, у нас всё получится.